Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сделали ремонт, закупили новые парты и компьютеры. Учебный центр трамвайно-троллейбусного управления комплексно обновили. На этой неделе в Самаре, как и по всей стране, отметили важную дату – 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве. Это был коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, после которого советские войска начали наступление и дошли до Берлина. В память об этих событиях к Вечному огню на площади Славы возложили цветы председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава города Елена Лапушкина, члены ветеранских организаций, юнормейцы. Перед возложением к жителям региона обратились с приветственным словом от лица губернатора Дмитрия Азарова, в котором он подчеркнул, что битва на Огненной дуге стала символом высочайшего героизма, самоотверженности, патриотизма нашего народа. В память о событиях легендарного сражения на Курской дуге в Самаре на площади Славы начал работу выставочный фотопроект, реализованный при поддержке правительства Самарской области. Через исторические факты, документальные свидетельства и фотохронику того времени жители и гости губернии узнают об основных этапах и событиях Курской битвы. Букеты красивых цветов, воздушные шары и праздничные линейки до начала учебного года остаются считанные дни. В этом году комиссионную проверку готовности к 1 сентября прошли 378 самарских учреждений образования. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии, которое прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Подробности расскажет Галина Топилина. С 1 по 15 августа в школах и детских садах Самары прошла комиссионная проверка готовности учреждений к новому учебному году. О ее результатах на еженедельном совещании в мэрии доложила руководитель департамента образования Ирина Каковина. В этом году в состав комиссии вошли представители департамента образования, районных администраций, депутатского корпуса, профсоюзной организации, органов правопорядка и родителей. Представитель совета каждого учреждения детского сада, родительского совета или школы обязательно был участником. Таким образом, родители на родительских конференциях в конце августа доложат о том, как проходила проверка их учреждения, какие были замечания, за что похвалили, что нового в учреждении. То есть, увидят это из первых уст. За летний период в ряде учебных заведений Самары прошли плановые косметические и капитальные ремонты. Были обновлены пищеблоки, дооснащены медицинские кабинеты, проверена система противопожарной и антитеррористической защищенности. В некоторых школах появились новые спортивные площадки. Новшеством этого учебного года станет открытие в каждом образовательном учреждении Центра детских инициатив, на базе которого будет работать актив школы. Руководить Центром будет советник по воспитанию. Советники прошли тестирование, собеседование и на сегодняшний день готовы приступить к работе. Местом их работы будут эти самые Центры детских инициатив. И в рамках проверки мы также смотрели, каким образом школы подготовили Центры для работы детского актива и, конечно, для работы советника. В День знаний на торжественных линейках в школах Самары прозвучит гимн Российской Федерации и будут подняты государственные флаги. Также в мэрии сделали акцент на то, что к 1 сентября планируется завершить все работы по благоустройству общественных и дворовых пространств, которые в этом году обустраивались в Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда», губернаторской программе содействия или за счет средств местного бюджета. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Трудовое воспитание, возвращение серебряных медалей, новые учебники истории, бесплатное питание для всех учеников начальных классов. Какие нововведения появятся для школьников в этом учебном году, расскажем далее. Госдума приняла поправки к закону о трудовом воспитании школьников. Они закрепляют обязанность учеников трудиться. Теперь школьники будут обязаны с учетом возрастных особенностей убираться в классах, сажать деревья на школьной территории, шить театральные костюмы или помогать в библиотеке. Разрешение родителей для привлечения учащихся к труду больше не потребуется. На уроках ОБЖ будет проводиться курс начальной военной подготовки. На нем ученики 10-11 классов также будут изучать основы применения беспилотников и способы противодействия им. А с 1 сентября 2024 года в российских школах урок ОБЖ сменит название на «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября старшеклассникам будут преподавать историю по единому учебнику, который будет включать в себя информацию с 1945 года по начало 21 века. В новом учебнике полностью переписан раздел, посвященный 1970, 1980, 90 и 2000 годам. Учебник содержит главу «Россия сегодня. Специальная военная операция». В школы вернут серебряные медали за особые успехи в обучении второй степени. Их смогут получить ученики, в аттестатах которых было не более двух четверок. А все остальные оценки отлично. Ранее выпускникам вручали золотые медали, а серебряные были отменены. С 1 сентября ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Его могут получить 7 миллионов 700 тысяч детей. Это сделано по поручению президента. У учеников первых-четвертых классов появилась возможность пообедать, либо позавтракать в учебном заведении. Причем еда должна быть здоровой, качественной, вкусной. С 1 сентября текущего года российские школы в каждом регионе должны получать федеральное финансирование на эти цели. Все школьные автобусы в Самаре прошли техобслуживание и допущены к перевозке детей в новом учебном году. Об этом сообщили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, чтобы свести к минимуму ДТП с участием детей, с 1 сентября в школах стартует акция «Внимание, дети! Дорога в школу». Тему продолжит Сергей Кизоркин. Школьные автобусы к новому учебному году готовы. Об этом сообщили первому вице-мэру Самары Владимиру Василенко на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Совместно с представителями ГИБДД и департаментом образования весь школьный транспорт проверили на техническую исправность и соответствуют требованиям к перевозке детей. По решению комиссии все школьные автобусы допущены к работе. В сентябре в самарских школах стартует акция «Внимание, дети! Дорога в школу». Она начнется 1 сентября и продлится весь учебный год. Родительские патрули совместно с сотрудниками госавтоинспекции будут регулярно дежурить на пешеходных переходах рядом со школами. Кроме того, ежедневно в школах педагоги будут проводить «Минутку безопасности», напоминая детям правила дорожного движения. 6 сентября у «Зебр» пройдет акция «Спасибо, водитель!» с участием полицейских и учителей. Работы еще очень-очень много, но я надеюсь, что все будет хорошо и все, что было планировано, будет реализовано. Весь учебный год работу по пропаганде безопасности дорожного движения будут проводить и в социальных сетях, и чатах. Продолжат функционировать в детских садах и школах мобильная лаборатория безопасности дорожного движения. Хорошо себя зарекомендовали классные часы и родительские собрания с представителями ГИБДД. Но работу необходимо усилить, отметил Владимир Василенко. Мы предупреждаем это ДТП и где могут пострадать другие люди. Вот давайте еще раз повторяю, к этому подойти серьезно. Продолжатся в Самаре и ежедневные профилактические рейды ГИБДД «Контроль трезвости» по выявлению нетрезвых водителей. На городской комиссии по безопасности дорожного движения прозвучало предложение создать горячую линию, куда можно было бы звонить и анонимно сообщать, если человек сел нетрезвым за руль. По мнению собравшихся, это поможет сохранить жизнь и здоровье горожан. В Красноглинский район поступит 32 новых автобуса, чтобы улучшить транспортную доступность. Об этом представители городского департамента транспорта рассказали на встрече с местными жителями. Вся подробности в нашем сюжете. Сократится время ожидания и улучшится транспортная доступность. Красноглинский район получит 32 новых больших автобуса из 50, которые поступили в Самару. Об этом стало известно на встрече с местными жителями, которые пожаловались на нехватку автобусов. Первый и 50-й маршруты ходят перегруженные, а 51-й не соблюдает интервал движения, рассказали жители. Инициативную группу поддержал и глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. Ситуацию мы с вами знаем совершенно точно, и на остановках мы ставим, по поселку я хожу, и когда перевозчик говорит, уж извиняюсь, что у нас все в порядке, но это совершенно точно не так. А если есть сомнения, откуда люди берут эти вопросы, Саша, в комедельничек с утра ставь на остановку сам и посмотри. В соответствии с контрактами предусмотрены штрафы перевозчиками, они совершенно там не маленькие. Мы прекрасно понимаем сложную ситуацию. И 51-й автобус у нас сейчас в приоритете, мы принимаем там меры для того, чтобы у нас выпуск транспорта именно на 51-м маршруте был в соответствии с реестром. По словам Сергея Маркина, в транспортном предприятии наблюдается нехватка водителей и самих транспортных средств. Однако такая ситуация остро стоит по всей стране. На прошлой неделе работе общественного транспорта было посвящено заседание Президиума Госсовета под руководством президента. В мероприятии участвовала и глава Самары Елена Лапушкина. Сейчас обе проблемы с общественным транспортом в областной столице решают, набирают и обучают персонал. И самое главное, регион закупил 50 новых автобусов. Из них 32 будут направлены на обслуживание маршрутов Красноглинского района в дополнении к уже имеющимся. Оставшиеся автобусы направят в том числе в Куйбышевский район. Сейчас ведется приемка транспортных средств, оборудование их необходимой электронной аппаратурой, которая обеспечит безопасность и комфорт горожан. Планируется, что в ближайшее время все автобусы выйдут на линию. Эти 32 автобуса будут поставлены на самые востребованные маршруты. Это 1-й, 50-й и 51-й. Мы говорим и мы отчитались с жителем о том, что приходит в район автобуса большого класса и, соответственно, транспортное обслуживание значительно улучшится. Кроме того, Департамент транспорта Самары совместно с региональным Минтрансом проводят планомерную работу по оптимизации транспортных потоков. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова запустили короткий маршрут номер 67, который доставляет жителей Волжского района в Красноглинский для пересадки на автобусы основного 67 маршрута. Также в Самаре в рамках реструктуризации транспортных потоков строится транспортно-пересадочный узел «Пятилетка» в районе проспекта Кирова, который позволит горожанам оперативно добираться до места назначения с удобной пересадкой. По итогам встречи составили протокол, в котором зафиксировали все замечания и перечень мер, запланированных для нормализации транспортного сообщения в Красноглинском районе. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События. Сделали ремонт, закупили новую мебель, установили компьютеры с современными обучающими программами. К новому учебному году в Самарском трамвайно-троллейбусном управлении обновили учебный центр и приглашают желающих получить новую профессию. О перспективах, которые открываются перед кандидатами, расскажет Виктория Шаре. Дмитрий Шеверев недавно сменил место жительства. С Дальнего Востока переехал в Самару, а заодно решил поменять профессию и, наконец, осуществить детскую мечту – стать водителем трамвая. Какая-то есть в этом своя романтика, что-то из детства. Знаете, можно сказать, осуществляю детскую мечту. Привлекла стабильная, достойная заработная плата. Плюс созданы все условия для обучения, современный учебный центр. Хочу сказать, что очень замечательное руководство, педагоги, инструкторы, которые всему научат, подскажут, помогут. Дмитрий уже изучил теорию, сдал экзамен в ГАИ, сейчас проходит практику. Его наставник – один из опытнейших сотрудников ТТУ Юрий Жуков. Юрий Александрович пришел на работу в трамвайно-троллейбусное управление в 1975 году слесарем. Дослужился до начальника Северного трамвайного депо. А когда вышел на пенсию, остался в родных стенах преподавать. Дело нелегкое, конечно, но учитывая свой опыт, сколько я проработал в трамвайно-троллейбусном управлении, я думаю, что мы справляемся. Приходят разные люди с разной степенью подготовки. Но вкладываем усилия, начинаем с самых АЗОВ, даже со школьной программы приходится начинать. Трамвай – это электрический транспорт, тут требуются элементарные знания физики, скажем так. Поэтому учим. Обучить нужно не только водительскому мастерству, но и правилам безопасности, дорожного движения, культуре обслуживания пассажиров и АЗАМ законодательства. Бывшие студенты Юрия Александровича не только остаются работать на предприятии, но и побеждают в конкурсах профмастерства. Теперь, когда в учебном центре сделали ремонт, поменяли мебель, закупили новые компьютеры, оснащенные современными программами, процесс стал не только приятнее, но и эффективнее. Это было сделано в преддверии нового учебного года для того, чтобы пригласить как можно больше людей, которые хотят получить профессию водителей трамвая и троллейбуса. Учеба проходит в максимально комфортных, современных, адаптированных ко всем требованиям условиях. При этом на период, пока идет обучение, выплачиваются стипендии учащимся. То есть в этот момент им тоже оказывается за счет предприятия финансовая поддержка. Мы приглашали и вновь приглашаем всех желающих, кто хочет попробовать себя в профессии водителя. Приходите, от этого будет польза и транспортным предприятиям, и самому работнику, ну и всем жителям города, которым оказываются услуги по перевозке. В учебном центре МПТТУ не только обучают профессии водителя троллейбуса и трамвая, здесь также проходит повышение классности, сертификации и аттестации действующей сотрудники предприятия. Для тех, кто решил трудоустроиться водителем, предусмотрено бесплатное обучение с выплатой стипендий в размере МРОД. Им предоставляют комнату в общежитии и выплачивают подъемные 100 тысяч рублей. Если раньше по условиям контракта нужно было обязательно отработать три года на предприятии, то теперь этот срок сократили до 18 месяцев. При этом отпуск у водителей на неделю дольше стандартного – 35 дней. Совсем скоро на линию выйдут 12 новых белорусских трамваев. Часть уже находится на территории депо, остальные поступят в ближайшее время. Они оснащены кондиционерами как в кабине водителя, так и в салоне. Кроме того, в Самаре запустили программу восстановления старых трамваев. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. Найти хорошую работу, получить престижную должность и высокую зарплату – оказывается, все это можно сделать при виртуозном владении словом. Обучающий семинар по ораторскому искусству прошел в Самарском бизнес-инкубаторе. Подробности в репортаже Елены Чернявской. Большие деньги, высокие звания и должности, признание в обществе – человек добивается через умение подавать себя и через ораторское искусство. Вот только навык этот развит не у всех. Ораторское искусство – это владение словом, а слово, как известно, правит миром. Уже успешным предпринимателям и тем, кто только собирается открыть свой бизнес, помогает Самарскому бизнес-инкубаторе. Мы проводим на регулярной основе конституционные мероприятия. Вы можете посещать их онлайн или приходить к нам на главную три. У нас всегда интересно. Самые лучшие спикеры расскажут о проблемах вашего бизнеса, о нововведениях в законодательстве и помогут вам развиться до нужного вам уровня. Эти знания откроют перед участниками новые перспективы и возможности. Так считает Марина Абышкина. Она – начинающий предприниматель. У нее свой небольшой экскурсионный бизнес. В бизнес-инкубатор на такой семинар пришла впервые. Я подписана на группу бизнес-инкубатор в социальных сетях и вижу иногда анонсы и информацию. Я решила, что нужно записаться и прийти на мастер-класс. Потому что общение во всех сферах нам всегда помогает. И тем более у меня работа с людьми – это очень важно, когда ты можешь правильно и четко донести свои мысли до аудитории. Это совершенно бесплатно и это большой плюс, потому что, как правило, такие ценные знания, они очень дорого стоят. Поэтому если у нас есть такая возможность посетить это в бизнес-инкубаторе, поэтому грех этим не воспользоваться. Также эксперт рассказал участникам о публичных выступлениях, развитии и выразительности речи. Побеседовали и о том, как по возможности не вступать в конфликты и разрешать спорные ситуации грамотно. Елена Чернявская, Петр Паломеев, События. 22 августа в стране отметили День государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен указом президента в 1994 году и посвящен возрожденному флагу национальному Триколору. Праздник отметили в детском оздоровительном центре «Авангард Самара». На торжестве побывала Галина Топилина. Праздник, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, начался с торжественной линейки на Центральной площади. Под гимн страны на флагшток поднимается флаг России. Студентка четвертого курса Самарского университета Полина Воеводина приезжает в «Авангард Самары» уже третий год подряд работать вожатой. Программу праздника, рассказывает Полина, придумывали вместе. В лагере очень дружная атмосфера и отличный коллектив. Дети очень готовятся, стихи рассказывают, танцы танцевать. Очень много идей сами предлагают. Мы можем стихи рассказать, а скоро праздник. Можно мы флешмоб сделаем. И заинтересованность ребят на самом деле очень заметна. И они хотят чем-то таким заниматься, хотят себя проявлять. И очень здорово, что это не только творческие души порыва, но и любовь к родине. После торжественной части дети разошлись по секциям. В одной из беседок на территории центра кипит творческая работа. На пустом листе ватмана постепенно вырисовывается российский триколор. Это будет стен газета, посвященная российскому флагу. По словам вожатой Анастасии Корякиной, тема патриотизма близка современным детям. Теплые чувства к родине. И они понимают, что если государственные флаги есть, то к ним нужно тоже соответственно относиться. Нужно уважать, ценить. И сейчас очень увлеченный процесс идет создание стен газеты. Девочки очень быстро накидали идею, набросали эскиз. И активненько занимаются созданием, водошлением идеи в жизнь. Центр «Авангард Самары» известен своей военно-патриотической направленностью. Сюда приезжают кадеты, спортсмены. Оснащение центра рассчитано на проведение патриотических и тренировочных мероприятий, освоение полосы препятствий, стрельба из тира, лазер-так. В этом году на базе центра впервые проводится смена движения первых. В ее основе развитие лидерских качеств, чувство патриотизма, игры на сплочение и творчество. Спортивная и военная подготовка также присутствуют. Если в ту смену это были кадеты, юно-армейцы, которые свою жизнь связали именно с военной направленностью, то здесь это дети, я так подразумеваю, с какими-то лидерскими качествами, которые здесь развивают, совершенствуют и что-то делают для того, чтобы это улучшалось. Следующим летом смена движения первых центра «Авангард Самары» вновь откроет свои двери для активных, патриотичных, спортивных и творческих ребят Самарской области. Галина Топилина, Константин Головин. События. В Самаре поздравили детей с особенностями здоровья, которые в этом году впервые пойдут в школу. Акцию с подарками и развлечениями устроили в парке Гагарина. Мы на нем побывали и готовы поделиться подробностями. Ольга Захарова с дочкой Кристиной любят бывать на праздниках. Девочка в этом году пойдет в школу, поэтому ее, как и других ребят с особенностями здоровья, пригласили на акцию «Внимание, первоклассник». Кристине очень нравится, и мы никогда не пропускаем такие праздники. И очень счастливы были сегодня посетить представления, поздравления. Катание на каруселях, вот буклетики дали бесплатно, можно покататься. Ну и музыка, все так интересно, весело, громко, нам так нравится. Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в парке имени Гагарина. Для ребят устроили развлекательную программу «Школа волшебства», где каждый попробовал себя в роли учеников, доброго мага и научился создавать облака. Так, смотрите, ребята, у меня волшебная палочка. Сейчас мы добавим еще одну вещь. Затем все желающие попробовали воздушный лимонад. Гарри, Гарри, это облачный лимонад, что ли? А после этого оказались в царстве мыльных пузырей. Организатором акции уже много лет является городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Праздник проходит в рамках программы «Самара детям. Мы разные, мы равные». Традиционно мы поздравляем 100 человек, но обязательно охватываем всех деток, идущих в первый класс с инвалидностью. У кого-то поздравляем на дому, кто-то приглашается на другие мероприятия. У нас в этом году будет проходить еще экскурсионная поездка по реке Волга, тоже также для детей первоклассников. Ну, то есть стараемся как-то поддерживать семьи, социализировать их, помогать. Также всем будущим школьникам подарили наборы первоклассника и сладкие угощения, а в завершении гости праздника прокатились на аттракционах. За годы проведения акции в ней приняло участие более 4100 детей. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. В Самарском зоопарке на этой неделе отметили Всемирный день козы. Гостям рассказали о диком предке животного, об особенностях поведения, а также об интересных породах. Коз можно было погладить и накормить. Ксения Баканова пообщалась с животными. Выражение «тишь да гладь, да божья благодать» именно про эту семью коз. Это Леха, а это Пончик. Он с аппетитом уплетает сено, тем самым оправдывает кличку. А вот Рыжик внимательно наблюдает за посетителями. Сотрудники зоопарка говорят, у каждого животного свой характер. Но это не мешает им жить под одной крышей. Маленькие козы, они довольно-таки хитрые и проворные. Они везде пролезут, но когда чувствуют, что сейчас кто-то им даст покрупнее, они сразу задний ход дают. Леха довольно-таки спокойный, недрачливый. Он маленьких не обижает абсолютно. Но там вместе с ними живет Фунтик, пони. Вот он, конечно, не любит, когда, например, на его еду покушаются. Он сразу дает знать, что ты лучше не подходи, я больше тебя. В Самарском зоопарке отметили необычный праздник – День козы. Гостям рассказали о диком предке животного, особенностях его поведения, а также о том, какие породы коз существуют. В зоопарке живут две – Карликовая Камерунская и Заанинская. Специалисты утверждают – козы очень похожи на собак. Они добродушны и умны, а еще преданы своему хозяину. Любовь этих животных почувствовали и посетители зоопарка. Мне очень понравилось. Козы хорошие, красивые. Денькие больше понравились. У меня ребенок очень любит именно деревенских животных. Ей не нужны верблюда-бегемоты, ей нужны козы, овцы и бараны. Нам понравилась лекция, нам понравилось то, что конкурс был, то, что никого в обиде не оставили, всем раздали милые подарочки. Все желающие могли покормить и погладить животных, а также сфотографироваться. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...